Баина, расскажи, пожалуйста, о себе. Где училась, кто ты, кем ты работала? Я училась в медицинском калмыцком колледже. По образованию я фельдшер. Но по специальности ни одного дня не работала. Я уехала в Москву в поисках лучшей жизни и работала в казино. Но прошла карьеру от трениста, когда человек пришел, только обучается, до инспектора. Баина, а как ты пришла в сетевой маркетинг? Это было спонтанное решение? Или тебе пришлось сомневаться, думать, мучиться над этим решением? Это было легко, это было очень просто, потому что меня всегда в это влекло. Я, наверное, была одной из тех белых ворон, на которых люди крутят у виска и думают, Боже, ты куда, ты вообще, ты о чем, да? Но мне это нравилось, нравится. И для меня работа по найму неприемлема однозначно. То есть я не хочу такой для себя перспективы именно в развитии, потому что там потолок, там ты не вырастешь выше определенного уровня, не будешь получать выше, чем тебе заложат в твой бюджет. Поэтому сетевой маркетинг позволяет безгранично свой потенциал использовать и двигаться все выше и выше. Ты сейчас достаточно успешна по своей карьере. Скажи, а были трудные периоды, когда тебе хотелось бросить все, когда просто опускались руки и была мысль, что вообще все бросить уйти в другое направление? Нет. Мыслей таких вообще не было ни одной минуты, ни одной секунды, потому что изначально я, когда во всем этом разобралась, поняла, поверила и увидела, насколько здесь шикарная вообще карьера, насколько здесь возможно улучшить свою жизнь, уровень своей жизни. Все. Тут однозначно. Но ведь в твоей карьере, особенно с самого начала, обязательно были отказы. Как ты пережила первые отказы, как ты пережила первые 100 отказов? Что тебе помогло с этим справиться? Поддержка. Поддержка, в первую очередь, моей мамы. Это человек, который меня и запустил в этот бизнес, скажем так. То есть, когда были мои сомнения изначально, она сказала, Баина, узнай, проверь. И тогда вот стали разматывать клубок, и на сегодняшний день она меня очень сильно в этом поддерживает. Никакие отказы, никакие неприятности или какие-то сложности не могли нас остановить. Баина, а сейчас высоты своего успеха. Какой бы совет ты дала начинающим? Что бы ты им посоветовала, и какое самое главное качество, на твой взгляд, нужно для начинающего сетевика? Посоветовала бы открыть в себе сердце, открыть душу для этого, для того, чтобы понять вообще, что предлагают, какая возможность, какие перспективы из качеств. Самое важное, наверное, это настойчивость. Это самое главное. Знание, опыт, это со временем все приходит. Понимание, а настойчивость изначально должна быть. То есть, тот стержень внутри, который должен быть, не позволит ни перед чем сломиться. А, Баина, а что сейчас нового происходит в твоей жизни? Как складывается твоя карьера? У меня стала развиваться партнерская команда. Тот фокус, который был мной выбран изначально. То есть, я понимала, что в одиночку не сделать задачу, не выполнить. Я стала искать, ну, точнее, мы стали искать с мамой, кто бы с нами это тоже продвигал. Так как у нас регион, скажем так, сложный, в каком плане. Ну, мы были изначально закрыты. То есть, с нами не сотрудничала компания. Но благодаря поддержке, поддержке всего руководства, на сегодняшний день и жители нашей республики тоже имеют эту шикарную возможность. А что тебя привлекает в сетевом маркетинге? И что тебе больше всего нравится в этом бизнесе, вообще в этой индустрии? Обучение. Действительно, возможность развиваться, саморазвиваться. Также помогать другим идти на новые уровни в развитии. Потому что знания, которые мы вложим в себе в голову, они бесценны. И, соответственно, что бы ни происходило, это все останется при нас. И мы всегда сможем их использовать в любой момент. И командная работа тоже немаловажна для меня. Потому что здесь важно развернуться к людям, видеть важность каждого человека, значимость каждого человека и позволять им это в себе тоже увидеть. Потому что не все признают какие-то в себе лидерские качества или что-то. Поэтому нужно помочь им тоже это в себе раскрыть. Как, на твой взгляд, ты сама изменилась? Какая ты была раньше, какая ты стала сейчас? Уверенная. Уверенная. И я знаю, как я хочу жить, как я хочу, чтобы жили мои дети, мои близкие. Я стала сильнее, намного сильнее. Благодаря, опять-таки, тому, что со мной рядом стоят очень хорошие, верные люди, которые меня во многом поддерживают. Какова твоя цель в сетевой компании и каковы твои планы на ближайшее будущее? Моей целью является помощь моим партнерам в продвижении по карьере. Для того, чтобы они действительно ощутили, что такое хороший уровень доходов, что такое прекрасная жизнь, чтобы они поверили и убедились в том, что все, что сказано, все, что заявляет компания, это реально, и это возможно, самое главное для каждого абсолютно, так как успех моих партнеров – это также и мой успех. И здесь действительно лозунг компании «Объединиться, чтобы жить», он имеет самое важное корневое значение. Ваина, спасибо тебе за такое прекрасное интервью, спасибо тебе за то, что ты поделилась с нами своим успехом, опытом. Я желаю тебе, твоей семье благополучия и процветания. Спасибо. Спасибо.